Странная у нее была судьба. Странная и страшная у этой девочки, родившейся в городе на Неве 9 октября 1966 года. Она и сама была странная. Звезда европейского кино, неизвестная в своей стране. Красота ее была странная, такая волнующая, волшебная, с печальными голубыми глазами. Эти глаза не раз покоряли известных мужчин. Голос у нее был странный, высокий, не подходящий этой волнующей, страстной красоте. Поведение ее было странным. Она все время бежала куда-то или от кого-то, или от себя. Но самое главное, создавалось впечатление, что во всех своих ролях она играла саму себя. Могла ли она играть кого-то другого? Как знать? Да и нужно ли это было? Ее героинь часто звали Катя. И они были так похожи на нее, странствующую, непрекаянную Катю-голубью. Но так было не сразу. Катя-голуби выросла этакой серой мышкой. В классе была незаметной, стеснительной, а потом и вовсе бросила школу. После девятого класса ушла учиться в педагогическое училище. И там она начала раскрываться. Участвовала в художественной самодеятельности, писала стихи, и у нее все получалось. А еще она работала в мюзик-холле, танцевала в кардебалете. Родители были против, им не хотелось, чтобы дочка поздно возвращалась домой. Но Катя была упрямой. У-у-у, предки, узнаю вас. Вы у меня умненькие, все можете. А потом она поменяла жизнь. Уехала учиться в Москву. Поступила сразу в два театральных вуза. Но выбрала ГИТИС. А в 1985-м она попала в кино. Ей было 19. Фильм назывался «Научись танцевать». Она играла в сбаломошную красавицу. Девчонку, ради которой парень пошел на преступление. Была невероятно хороша и органично, заявив о себе ярко и интересно. И казалось, она такая и есть. Девушка, ради которой можно свернуть горы. А ты мечтала о семейном счастье? Ты же меня готов был убить, если я посмотрю на кого-нибудь другого. Но если любишь, другие не нужны. Это ты меня не любишь, Сергей. Поэтому не веришь и ревнуешь. Интересно. Не мудрено, что через два года Катя вновь улыбнулась удача. Она снялась в кино у знаменитой Нины Кашевировой. Фильм назывался «Сказка про влюбленного маляра». И казалось, что Катя рождена для ролей сказочных принцесс. К тому времени она уже бросила Гиттис и оказалась во ВГИКе. Конечно, ВГИК ей был ближе. В кино она была как рыба в воде. Ничего не играла, была сама собой. Да и тихий, высокий, почти детский голос в кино оказался как нельзя кстати. Учаясь во ВГИКе, она познакомилась с будущим режиссером Шаронасом Бартасом. К этому времени Катя уже была замужем за студентом-медиком Андреем Каплиным. Сегодня он известный на всю страну врач-онколог, главный онколог Минздрава России. В 1987 году у пары родился сын Дмитрий. Сейчас он, как и папа, онколог. Как бы то ни было, пара рассталась. А Катя опять изменила свою жизнь. Уехал в Литву. Вышла замуж за Шаронаса Бартаса и стала сниматься в странных фильмах своего мужа. Возможно, это была роковая ошибка. Возможно, если бы она осталась в России, ее жизнь сложилась бы иначе. В стране не было таких актрис. Актрис европейского масштаба. Но Катя Голубева выбрала другой путь. В 1991 году она снялась в фильме Шаронаса Бартаса «Три дня». И с этого момента стала музой режиссеров, которые снимали странные, непонятные для зрителей авторские фильмы. Можно даже сказать, что Екатерина Голубева стала звездой европейского артхаусного кино. Ее жизнь превратилась в череду поисков и перемен. В 1995 году у Шаронаса и Кати родилась дочь Инна Мария, которая пережила свою знаменитую маму только на 10 лет. Она погибла 7 апреля 2021 года. Ей было 25 лет. После съемок в фильме «Три дня» Катю заметили европейские режиссеры. И она оказалась во Франции, получив приглашение сняться в фильме «Мне не спится» режиссера Клэр Дени. Потом она снималась у культовых режиссеров Лео Каракса, Брюно Дюмона, Сандрин Дюма. Фильмы были странные, депрессивные, роли почти без слов. Героини похожи на Катю. Трудно сказать, о чем были эти фильмы и почему она соглашалась на эти роли. Однажды, когда ее искали продюсеры, чтобы предложить роль девушки Бонда, она, испугавшись, просто не вышла на связь. В 1999 году она снялась в фильме «Пола Икс» у Лео Каракса. Эта роль выделяется из череды каких-то бессмысленных ролей артхаусного кино. В этом фильме партнерами Кати были Катрин Денев и Гийом Депардье. Фильм провалился на Каннском фестивале, был жестоко освистан, не понят, не принят. В этой картине одну из ролей сыграл и муж Кати, Шаронас Бартас, но отношения между супругами закончились. Говорят, что режиссер фильма Лео Каракс безумно влюбился в Голубеву, увидев ее на одном из фестивалей. И в роли Изабель в фильме «Пола Икс» мечтал снимать только Катю. Для актрисы этот фильм стал откровением. Она впервые снималась в сценах, которые называют порнореализмом. У Голубевой и Депардье не было дублеров. В откровенной сексуальной сцене они снимались сами. Эта роль стала знаковой для Екатерины Голубевой, потому что это единственный европейский фильм, в котором режиссер пытался раскрыть ее как актрису. И еще потому, что в этом фильме героиня Голубевой кончает жизнь самоубийством. И я сказала тебе правду, Пьер! В 2003 году на экраны вышел фильм Брюно Димона «29 пальм». Фильм номинировался на премию «Золотой лев» 60-го венецианского фестиваля. В нем много откровенных эротических сцен, много секса и очень много обнаженной Кати Голубевой. «Золотого льва» фильм не получил, а у Кати случился роман с партнером по фильму. В 2004 году она родила дочь Анастасию, которую чуть позже удочерил Лео Каракс, ставший третьим мужем Екатерины Голубевой. Она была тем типом женщин, которые готовы бросить ради любви все. Пойти за ней в пожары, в воду, босиком по снегу, бросив детей, дом, работу. И мужчины оживали при виде Кати. Она их питала своим сердцем, добротой, любовью. До свадьбы с Караксом Катя скиталась по Парижу с детьми. Своего угла у нее не было. В Москве тоже была непрекаянной. Работала дворником. Рината Литвинова выбивала для нее комнату. Собирали с подписи. Комнату выбили. Катя жила в ней с двумя детьми. Потом с Караксом жили небогато. Каракс снимал редко. После «Полы Икс» он снял первый полнометражный фильм только через 11 лет. Корпорация «Святые моторы» вышла в 2012 году. Была представлена в программе Каннского кинофестиваля и посвящена памяти Екатерины Голубевой. Катя тоже снималась редко. Постепенно ее героини превращались в женщин с изломанной судьбой. Роли становились меньше. От былой яркости актрисы не оставалось ни следа. И все-таки в ней была какая-то тайна. Какая-то загадка. Непостижимая и прекрасная. Казалось, что режиссеры не стремились использовать актерский дар русской актрисы. Они просто использовали ее красоту. Достигая каких-то своих режиссерских целей. Как актриса она была им совершенно не нужна. И так и осталась. Нераскрытой. Не сыграв ни одной стоящей роли. Посмотри на тебя, красотка. Когда ничего делать не имеешь. Красота. Это большой козырь. А ведь она могла сыграть почти весь классический репертуар. Единственный режиссер, который предложил Кате роль, где можно было использовать весь актерский арсенал, дарованной ей природой, был Кирилл Серебренников в сериале «Ростов папа». Девушка для абонента «Курсант». Степа, запятая. Я счастлива. Я в роскоши и блеске. Твоя Наташа. Повторите, пожалуйста, восемь раз через каждые три минуты. Кате хотелось сниматься в России. Хотелось настоящих ролей. Мне нужна маленькая квартирка с пропиской. И мужа без мизмены. Но пригласил только Николай Хамерики. На малюсенькую роль, практически без слов, в фильме «977». Правда, был еще один фильм, снятый в России в 1995 году «Прибытие поезда». Кинальбонах из четырех короткометражных новелл к столетию кинематографа. Катя снялась в новелле «Экзерсис номер 5» Дмитрия Месхиева. Так написано в титрах. Я пересмотрела фильм несколько раз, но так и не нашла там прекрасного лица Екатерины Голубевой. В 2010 году она снялась сразу в нескольких фильмах. В фильме Рамиля Салахуддинова, которого не было. Что значит сегодня вечер? Ну, как обычно. Сейчас пойду передохнуть чуть-чуть, потом проверить страду, потом напишу планы, потом включу телевизор и лягу с путь. И в фильме «Вкус Америки» Ефима Грибова, вышедшем на экраны через три года после смерти актрисы. Роли были небольшими. Фильмы прошли незаметно. Последний раз она вышла на съемочную площадку в фильме «Дом с башенкой» режиссера Евы Нейман. Играла маленькую роль мамы главного героя, умирающего от тифа. В этом фильме у Кати Голубевой была только одна сцена и пара слов. Картина вышла на экраны в 2012 году, уже после смерти Кати. Ее не стало 3 августа 2011 года. Тело нашли прохожие на парижской станции метро Пиренеи, поблизости от дома актрисы. Произошло это через несколько дней после смерти. Причина смерти до сих пор не установлена. Говорят, что она в последние годы страдала от депрессии и думала о самоубийстве. Самоубийство и смерть сопровождали Катю почти всю творческую жизнь. Столько раз она умирала в кино, словно репетируя свой собственный уход. Похоронили Катю только 20 августа на кладбище Перлашес. Ей было 44 года. Субтитры создавал DimaTorzok